Скажите, пожалуйста, у вас все ключевые посты заняли единороссы. Были ли хоть какие-то консультации с другими фракциями? Абсолютно верно. Консультации с другими фракциями до сих пор еще проводятся и пропорционально будут распределены между всеми партиями. То есть, вы понимаете, 26 было мандатов от партии «Единая Россия», два есть от «Справедливой России», один кандидат был от ЛДПР и один мандат у нас есть от коммунистов. То есть, мы сегодня рассматриваем представителей этих фракций, во-первых, они работают в составе комитетов, а во-вторых, у нас есть еще комиссии. То есть, они еще получат это поставить? Получат. Олег Михайлович сказал, что не было с ним никаких консультаций. Ну, как раз Олегом Михайловичем и были. Он выбрал сам комиссию по ЖКХ. А, ну нет, а по поводу назначения? А он не претендовал. Его видение было расспрошено. А в Совет Федерации получается место Жилина, да? Место Жилина, да. И полномочия Жилина истекли, все по закону, да. На период созыва депутатского корпуса Марков Валерий Петрович теперь будет наделен, уже наделен этими полномочиями. Так что, судьбоносная сессия, кадровая, да? Такая, в общем-то, скажем, значимая сессия для всей республики. А почему в двух случаях избраны заместители, а не председатели? Рассматриваются кандидатуры, согласования и, самое главное, консультации. И очень необходимо было мне, как председателю, учесть мнение всех наших депутатов. Поэтому с несколькими депутатами я повторно встречалась и еще продолжаю встречаться. Вы поймите, это кадровый вопрос. Работать нам пять лет. И сегодня степень риска должна быть наименьшей. Мне нужно увидеть было готовность этих людей, готовность работать. Вы прекрасно видите состав депутатского корпуса. Это профессионалы, это люди, которые за плечами имеют опыт парламентаризма, опыт работы в советах муниципальных образований. Такие, как Смалий Василий Михайлович, дважды был председателем совета муниципального образования в городе Инта. Это огромнейший багаж, опыт. И поэтому сегодня эти вакантные должности пока рассматриваются. У нас есть время. То есть Жариков на уровень Алтухова еще не потянул? Нет, так нельзя говорить. Жариков, он потянул. Он как раз сразу был выбран в эту комиссию. Поэтому на сегодняшний день остановились на этой кандидатуре. Пока на заместителе. Пока на заместителе. Но это тоже в доверии. Судьба мандата Алтухова такова, что опять-таки ссылаясь на закон о выборах и референдумах в Республике Коми на сегодняшний день. Ушел он по партийным спискам, знаете, да? Это был Эжвинский избирательный округ. Сегодня алгоритм выглядит так. Там есть депутаты, которые шли по списку. Им будет предложено, с ними будет проведена работа. Если они изъявят желание, значит, по закону они получат этот депутатский мандат. Если в случае их отказа избирательная комиссия, вернее, он шел по спискам партий «Единая Россия», то есть это будет прерогатива уже регионального политического совета, будет рассмотрена кандидатура из общего списка других кандидатов по другим избирательным округам. Но это должно решиться до следующего заседания? Абсолютно верно. Время не ждет и времени на раскачку нет. Вы поймите, что мы все равно эти вопросы обсуждаем ежедневно. Мандат Ковзеля сохраняется еще? Тут два варианта. Либо он сам слагает полномочия, либо мы ждем решения суда. Компетентные органы занимаются, да. Тоже с Брагином. Та же самая ситуация с Брагином. А у Брагина, он представитель партии ЛДПР, да. Если он добровольно складывает полномочия, значит региональная партия ЛДПР решает этот вопрос, верно? Если он ждет решения суда, значит ждем решения суда. Схема аналогична. Газета «Республика» Тимиченко-Валентин. Скажите, в состав президента сейчас вошли 8 человек. Из них 4 человека представляют систему образования. Все они 4 женщины. Это получилось случайно или вы пролоббировали? Это совершенно случайно. Просто вот подоплек это в чем? Вы понимаете, что нам доверять сегодня можно. Это люди известные в республике. Возьмите любую фамилию. Жиделева, Нестерова, Паншина. Да, это люди, которые в системе всю жизнь. Да, это управленцы. Это профессионалы. Более того, они все имели опыт, Жиделева и Паншина, опыт депутатской деятельности. Паншина в Печоре, Валентина Васильевна здесь, в Сыктывкаре, помните, была заместителем председателя Совета муниципального образования города Сыктывкар. За плечами опыт депутатской деятельности, управленцы очень сильные. А потом их знает население, избиратели. Все эти критерии были учтены при рассмотрении этих кандидатур. Ну, уклон получился педагогический, но, ну что, они миссию свою выполняют и там, и выполнили они ее. Сегодня они на уровне парламентаризма поработают. Я считаю, для них это новый формат. У нас сразу два высших отозвательных учреждений остаются для их руководителей. Ну, вы знаете, есть такая хорошая пословица, не знаю, там запишите, ничего не делай сам, если есть толковый зам. У любого руководителя есть что? Команда, с которой он работал, работает и будет работать. Валентина Васильевна и Нина Александровна сформировали такую команду. Они же стратеги, управленцы, менеджеры от образования. Поэтому сегодня они готовы оставить и возложить функции руководства своими вузами достойным, помощникам, менеджерам, своей команде. Продолжая вопрос Валентина, хочу уточнить, скажется ли женское представительство на характере работы парламента? Вы знаете, очень много в нашей стране лежит на плечах женщин. Обратите внимание. И нельзя вот так вот как-то гендерно к этому подходить. Верно? Ну, есть, конечно. Вот случилось так, что Паншина, Жиделева, Нестерова, Дорофеева. Ну, случилось так. Вот. Никакого здесь не было приоритета. И вот оно вот то, что я с ними в системе была профобразования. Я с ними работала бы при любом раскладе. Будьте кто на какой должности. Или просто они были бы рядовыми депутатами. Просто вот так сложилось. И степень доверия учитывалась не только опыт их, вышеперечисленный мной, но и степень доверия населения, и их узнаваемость, и признание на округе. Это очень важно. Ну, могу про любого из них сказать, только самые такие слова, ну, такие конкретные. Паншина, она патриота Печоры. За ней остается Печорский округ. Верно? Жиделева, со мной на лесозаводском округе. Для меня это укрепление. Верно? Избиратель мне каждый день звонит, и СМС кишлет. И я решаю эти вопросы параллельно с этими. То есть мы свою депутатскую деятельность не оставляем. И Валентинова сильно не оставит. Конечно, решение давалось нелегко. Тут я вам должна признаться, у них нелегко. Стресс. Как? Нужно. Но я поставила задачу. Входим единой командой.